Друзья, с вами Нелевгорн и это игра Планет Номац. Мы продолжаем снимать, но сегодня будет очень короткий выпуск, потому что сегодня я расскажу о нескольких блоках, которые добавили. И вот здесь я на новой планете, как видите, есть небольшой косяк. Ну, в общем, у меня то сохранение сломалось по каким-то непонятным причинам. Перестало загружаться, выдавало ошибку. Ну, в итоге я начал заново. Жалко, очень жалко, жалко, особенно того времени, которое я потратил в поисках ресурсов. Я при том много ресурсов привез, чтобы вот как раз таки обозревать новые обновления, новые устройства строить, но в итоге, похоже, придется все заново делать и, возможно, я это буду делать даже на стриме, посмотрим. Здесь же я обосновал себе небольшую базу, прилетел как бы, ну вот-вот. Притом, посмотрите, в этот раз я как-то так углубился, да, то есть как-то намного глубже, по-моему, появилась моя капсула. Ну, ладно, и вот такая база уже начата, некоторые рецепты я уже открыл. Что же появилось нового? Ну и для начала, чтобы напомнить вам, так сказать, ребят, набираем 200 лайков под этим видео, и я сажусь и начинаю снимать новый ролик по этой замечательной игре. Все зависит от вас. Лайк — это всего лишь один клик мышкой. А нового у нас есть несколько устройств и несколько непонятных устройств. Ну, в общем, давайте по порядку. Я не все вам смогу показать на самом деле. И, смотрите, вот первое устройство, которое у нас появляется, это вот. Medium Fat Machine. Если брать, допустим, обычную Fat Machine, вот она, нет, вот она. Compact Mat Machine. То есть, смотрите, рецепты некоторые были отсюда убраны. То есть, более лучшие, более лучшие еда и вода были отсюда убраны. И я так понимаю, это сделано было из-за того, что теперь это как бы компактный Fat Machine, то есть, фуд-машин даже, наверное, машины еды. Она теперь типа как бы для установки на транспорт. А вот эта штуковина, вот таких вот размеров, как видите, которую я, к сожалению, не смогу собрать, потому что, посмотрите, для нее нужно второго уровня, вот, второго уровня, ну, что это такое? А, кстати... Я думал, разобрав капсулу, я получу эти устройства, но, к сожалению, я их не получаю. То есть, мне нужны вот эти вот второго уровня, но здесь нужен кобальт, и это значит, нужно строить устройство и ехать, но как бы я не хочу в данный момент, потому что, в принципе, не такой существенный блок, чтобы прям на нем акцентировать внимание. Так вот, в итоге, что же здесь он нам дает? Скорее всего, он даст нам то, что мы сможем как раз-таки делать более продвинутые блоки, точнее, более продвинутую еду. Теперь я перешел в креативный мир, чтобы быстренько вам показать некоторые моменты, потому что там мне нужно будет развиваться и тратить на это около 10 часов, чтобы показать, а здесь буквально 5 минут. Так вот, еще новые блоки. Вот. Вот так вот, вот такой вот, ну, как видите, медиум, медиум, как же он называется у нас? Медиум рефайнери. Есть у нас вот, медиум 3D принтер. Где он? Вот так вот давайте возьмем. Медиум 3D принтер. Вот, пожалуйста. И медиум рефайнери. Они, конечно, похожи, но, честно говоря, я, 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 я не представляю, что они дадут, потому что, если посмотреть, в принципе, в принципе, рефайнери, что-то у нас есть такое подобное. Я попытался разобраться, что это за штука и что она делает, и, честно говоря, немножко не понял. В том плане, что в режиме выживания этого блока нету. То есть он здесь в утилитах и должен быть, а здесь его нету, этого блока. И, типа, у меня ступор. Для чего эта штуковина? Честно говоря, я даже немножко в шоке. Типа, почему его нету в креативе? Ой, в выживании. В креативе есть, а в выживании нету. При том, что в креативе нельзя блоками пользоваться, в которых можно что-то крафтить. Странно. Но если я правильно понял и правильно перевел, то очищает сырье до чистых элементов, необходимых для передовых источников энергии для питания других блоков. То есть вся фишка в том, что, похоже, мы теперь, ну, не мы теперь, потому что в выживании пока что нету этого блока, вот этого устройства. Но в дальнейшем появится вот это устройство, в котором мы будем обрабатывать ураны или там, да, для того, чтобы питать вот тот генератор урановый. И это довольно-таки интересно. Также еще появился вот такой вот заборчик с входом, для входа труб. То есть конвейерных труб. Почему-то здесь они именно конвейеры названы. Не знаю почему, потому что на конвейер они не очень похожи на какие-то трубы, да. Но вот теперь вот так вот можно подсоединить. То есть если у вас снаружи есть какие-то, не знаю, какое-то помещение или еще что-то, а может в дальнейшем можно будет подключать просто, знаете, подъехал машиной, да, то есть каким-нибудь переходником подключил к машине и все ресурсы, допустим, перекачались в вашу систему. Это было бы вообще круто, потому что перегружать по несколько ресурсов довольно-таки накладно. Ну, муторно, как минимум. И еще два блока были добавлены. Это вот такой вот блок. Сейчас давайте его правильно установим. Вот так вот. И вот такой вот блок. Давайте его тоже правильно установим. Вот так вот. Так. Почему непонятно? Да потому что я немножко не понял применения этих блоков. Ну, давайте вот поставим здесь, допустим, плиту и... Да, мы можем его крутить. Да, еей, круто-то как. Мы можем на него встать и, не знаю, вот так вот его стараться раскрутить. Так вот таким вот... Просто... И да, он теперь у нас крутится. То есть, понимаете, это шарнир такой, на котором, ну, так сказать, подшипник, на котором крутится та или иная часть, смотря к чему, что присоединено. Для чего нужно использовать? Для чего можно использовать? Я не знаю. Но я могу также предположить, что это, знаете, как сказать, начало, так скажем. Но хотя этот блок уже есть в режиме выживания. На него как-то нельзя воздействовать. То есть, у него нет никаких настройок, как видите. Я вот пытаюсь на C его воздействовать, допустим, как здесь, допустим. Видите, не вылезает, допустим, каких-то настроек. Так, стоп, 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 вылезает, вылезает. Но пока их нету. Ну и также здесь то же самое, что и здесь. И, возможно, потом мы сможем подключать энергию к ним и настраивать их, допустим, на какой-то поворотном. Постоянное кручение, да? То есть, может быть, на какой-то определенный разворот. То есть, тем самым создавать уже можно будет механизмы в теории. Этот же блок у нас что делает? Ну, наверное, вы поняли, да? Это такой рычаг. Но при том, опять же, рычаг неуправляемый. То есть, я не могу им управлять. Я не могу его направить влево или вправо. Как и на картинке показали, они сделали тележку. То есть, к примеру, построили автомобиль и к ней прицепили тележку. Ну, вот тут я быстренько собрал какой-то аппарат. То есть, вот что-то типа такого соединения. Ну, понятно, что здесь, допустим, в три блока надо посередине ставить. Это понятно. Я уж не стал слишком серьезно застраиваться. То есть, что-то типа тележки. Но смысл этой тележки вообще непонятен. Потому что устройство от этого лучше не становится? Или как-то, как сказать, легче тогда увеличить просто размер устройства, добавив тем самым колес, мощности и тому подобное, чем делать какую-то тележку, которая добавит вес, но плюс от этого большого мы не получим? Да, она вот за нами может ездить. Притом, как видите, она не едет как-то ровно, да? То есть, там, или еще что-то. То есть, она как-то, как бы это сказать, не ведет себя так прям поворотно, что ли. То есть, я сначала, когда увидел этот механизм, я подумал и увидел их постройку, я подумал, что этим блоком можно управлять. То есть, как, допустим, в некоторых вездеходах в реальности у них есть такой шарнирный механизм, да, который поворачивает две секции влево, вправо, вверх, вниз или еще что-то типа так. Я думал, это что-то типа подобного будет, но на самом деле это такой обычный поворотный шарнир, который, ну, никак не управляется. То есть, им нельзя управлять, он сам болтается, вот в какую сторону ему, так сказать, ну, чкнет, так скажем, да? И вот здесь вот я надеюсь, что они просто на какое-то, так скажем, будущее, что ли, это сделали. То есть, сейчас они просто добавили без функционала, но потом, где-нибудь там, я не знаю, через некоторое время, они добавят какой-нибудь функционал. Ну, вот, как видите, я вот на другую сторону перешел, то есть, ну, вот максимум, что я придумал, это сделать качели сам с собой, так как здесь нет мультиплеера, надеюсь, пока что можно самим собой туда, вот сюда кататься. Ну, как-то вот так вот. Блоки прикольные, они, как бы это сказать, они дают фантазию, что можно с ними сделать и какой функционал с ними можно будет потом обустроить, если, конечно, они их промодернизируют, ну, каким-либо образом, то есть, дадут настройки к этим блокам. Надеюсь, я вам открыл некоторые глаза, немножко глаза на это обновление, которое вышло. Ну, и всем всего удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok